Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера, вы знаете, Виталий Николаевич Бородин рассказал о том, что запущена процедура признания Пугачева иностранным агентом. Это понаделало много шума. Сам Виталий Николаевич рассказал, что ему пришел ответ из Генеральной прокуратуры о том, что в Минюст отправлены документы, и там уже будут принимать решение о признании или не признании Пугачева иностранным агентом. Но раз закрутилось, завертелось, значит, Виталий Николаевич правильно говорит, что впереди паровоза не нужно бежать, но вероятность есть, скажем так, да, учитывая и ее заявление, и, в общем-то говоря, заявление ее мужа иноагента Галкина. Вы знаете, что хотелось бы сказать? Я вчера прочитал, что 87 процентов, я вчера в видео говорил уже об этом, но хотелось бы отдельно сказать, 87 процентов россиян выступают за признание Пугачева иностранным агентом. То есть практически все. 13 процентов, я предполагаю, тех, кто там, может быть, я не знаю, не знает вообще ее существование, уже забыл, ну и те люди, у которых весна не наступает, если она не разрешит. Я и сегодня, друзья, говоря о ней, могу сказать, что начинают писать, как ботаферма, знаете, вот эльфов, вот говорили там, этих, навальнят там, прям в ряд одно и то же. Зачем о ней говорить? Зачем ли они говорить? То есть писали в январе об этом, в декабре, в ноябре, в феврале, а потом перестали писать, когда она сразу сказала, что я, значит, новый альбом выпущу в России, потом, значит, еще что-то. Я сказал, что мы говорим не потому, что нам уж так это сильно нравится, а потому, что если человек, собственно говоря, лезет к нам, ну и мы должны говорить, я считаю, потому что это выгодно и удобно только тем, кто хочет, чтобы общественное мнение сошло на нет. Все затихли, было все тихо, спокойно, и они совершенно спокойно, как и все, как Рева вчера видели интервью. Он говорит, а я никуда не уезжал, я был здесь. Здесь, я еще раз говорю, скоро дойдет до того, что те, кто, собственно говоря, ни слова не сказал, да еще и выступил против операции, потом уехал, скажут, что это мы уехали. Вот это будет вообще, понимаете, потому что они понимают, что их фишка, скажем так, на развал страны проиграла, и теперь что делать? Только возвращаться обратно, потому что нигде они больше никому не нужны, нигде они таких денег не заработают. Но теперь нужно высказываться по-другому им. Они же теперь не могут говорить, как раньше, они это и делают, что мы не уезжали. Ургант не уезжал на похоронах Ширвинта, он сказал на прощание, я никуда не уезжал. Рева говорит, я никуда не уезжал. Никто никуда не уезжал, оказывается, понимаете, в чем дело, друзья? Никто никуда не уезжал. Это мы с вами, наверное, встали, уехали. Вот так. Поэтому в данном случае понятно, что и на агент Галкин оснований для возбуждения уголовного дела, отношения которого до сих пор нет. Нет, несмотря на его речи про Бучу, про малазийский Боинг, про обстрелы, которые он говорил, эти речи, пасхальные речи, вспомните его. Ну, я одно могу сказать, что если бы это говорил среднестатистический гражданин, мне кажется, он бы уже сидел. Поэтому, может быть, конечно, здесь какой-то глубокий замысел есть, но не могу пока сказать. В данном случае те люди, которые говорят, да забудьте, что о ней говорить, зачем она нужна, так пусть она о нас забудет. Она выпустила, значит, альбом здесь заработала, как писали СМИ, за 2-3 дня 20 миллионов рублей. На россиянах. Потом Стаса Михайлова, патриотического исполнителя, называет, значит, совершенно непотребными словами. Причем здесь, значит, все это дело. То есть продолжает, так сказать, вот эту свою линию поведения. Ну, а почему мы должны забывать? Мы забудем, конечно, мы можем забыть, но это же благодатная почва для того, чтобы те люди, которые вот такие взгляды имеют, они совершенно спокойно потом возвращались и приезжали, и никакого, так сказать, общественного возмущения не было, никакой общественной позиции. С моей точки зрения, те люди, которые призывают забыть и вообще не говорить о ней, они призывают, чтобы у людей не было общественной позиции по этому вопросу, чтобы она, ее и не было, и ее и не высказывали, понимаете? Такого не будет. Она в любом случае у людей будет, в любом случае, и в любом случае ее будут высказывать. Поэтому я считаю, что об этом нужно говорить наоборот, потому что их семья – это, скажем так, знаковая с точки зрения отъездунов и бигантов. И сама Пугачева по масштабу того, что она из себя представляла, проживая здесь в России до этого, когда была на сцене, и ее Димаш, вот этот связанный с отъездом, это, скажем так, знаковые в этом смысле, вот в этот отрезок промежуток времени события, их поступки. И, конечно, есть люди, которым выгодно, чтобы о них забыли об этих поступках и не вспоминали, как и про других, вот, которые приехали, и совершенно спокойно уже опять, не могу сказать, зарабатывают деньги, а стригут капусту, да? Мы все едины, мы сплотились, мы единый народ, многонациональный, многоконфессиональный народ России. И все испытания, такие как трагедия, даже последняя, которая произошла, нечеловеческая трагедия в кругу сети, которая лишила возможности меня лично на 2-3 дня снимать видео. Я просто не мог сказать ни слова. Даже такие трагедии, они в любом случае делают нас ближе друг к другу. Мы встали плечом к плечу, мы сплотились вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, и мы, ну, я за себя скажу, да? Вы, если, так сказать, поддерживаете, напишите в комментариях, не хочется говорить за кого-то. Я считаю, что то, что происходит в отношении Пугачева, почему 87% выступают за? Но вы знаете, друзья, все дело в том, что это разочарование людей. Разочарование людей в человеке, который, казалось бы, он будет со страной, с Россией, с Родиной, с нами. Потому что человек, казалось, вот он свой. Люди росли, люди взрослели, люди воспитывали детей. И рядом играли ее песни, рядом, казалось бы, вот она. И иноагент Галкин сидел с детишками на Первом канале, казалось, тоже, в общем-то, такой, знаете, свой человек. А вот как оно обернулось. Поэтому это разочарование людей. Более того, потом все речи, которые были сказаны и иноагентом Галкиным, который говорил, что он говорит от их имени, и самой Пугачевой, и рабы, и холопы, и господа, вы звери, и сделайте меня иностранным агентом. И последнее, где она обращалась к Стасу Михайлову, кривляясь, как 15-летняя школьница, это ужасно. Это было ужасно смотреть. Это недостойно вот того, если бы мы говорили о той Пугачевой, о которой мы говорим. Поэтому я считаю, что об этом говорить нужно. Это очень полезно. И то, что 87% россиян выступили, то есть абсолютное большинство, чтобы наградить, так сказать, ее вот этим почетным званием иностранного агента. Абсолютно меня это никак не удивляет, потому что действительно люди устали от того, что кто-то может уехать и позволить себе поливать грязью их. И не нести никакой ответственности. Вот и все. Люди хотят, чтобы человек нес эту ответственность. И понимают, что, собственно говоря, вот эти ее приезды, отъезды. Я приехал в головах порядок наводить с ноги Роллс-Ройс, дверь открывать и так далее. Люди не хотят к себе такого отношения. Потому что общество в свете проводимой операции изменилось. Очень сильно изменилось. Эти процессы изменения в обществе, они очень глубокие. Но итогом становится единение и чувство собственного достоинства. А это чувство собственного достоинства, обратная сторона медали этой, это то, что хватит нас оскорблять. Хватит записывать какие-то там ролики. И вы не являетесь, собственно говоря, теми людьми, которые, если уедете, Россия рухнет. Вас нет, Россия прекрасно живет. Процветает, и все будет еще замечательнее. А им все кажется, что если их нет, с Россией там что-то случилось. Они совсем взлетели, понимаете, не туда, куда надо, на фоне этих бешеных денег, которые они получали непонятно за что, с моей точки зрения. Потому что учитель получает, формируя личность будущего россиянина, такую-то сумму. Военный, защищая национальные интересы страны, рискуя жизнью, отдавая жизнь за страну, получает такую-то сумму. А скоморох, открывая рот, значит, каждый труд это труд. Я просто сравниваю, да. Под фонограмму порой получают 5-7 миллионов за выход. Ну и где тут? Как это может быть? Поэтому они, конечно, оторвались. Они все примадонны, они императрицы, они короли, а никого только там уже нет, в этом зверинце. Поэтому, конечно, я присоединяюсь, и среди этих 87%, и тоже и мой голос есть. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт www.buddagrichna.com для бизнесменов и предпринимателей. Если там есть довольно интересное предложение, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Круглосуточно, все самое интересное из всего интернета в одном месте. Политика, не только политика с моими комментариями. Встретимся там, в телеграм-канале Будда Гришна Новость. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.